Для вашего удобства мы разделили это видео на главы и создали группу, в которой дублируем аналитику проектов. Также мы добавили ссылку на Notion, переходите, чтобы ознакомиться детальнее. Все наши видео мы делаем бесплатно и беспристрастно, поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх, комментарием и подпиской. Да, всем привет. Сегодня я расскажу про один из проектов, который проводит сейчас свой видео. Это проект Create Your Platform. Нашел его на CoinMarketCap, он не показался одним из таких самых адекватных проектов за последнее время. Расскажу чуть поподробнее, то есть почему он привлек внимание и вообще в чем может быть интересен. Первое, то что у проекта достаточно сильный background, то есть у него уже есть аудит от Сертика CoinMarketCap. Также его отдела вполне адекватные, то есть капа, то есть всего 400 тысяч долларов, проводится на платформе Ignition. Личная локация для каждого пользователя на 350 долларов. Вот и цена на себя будет 10 центов. Ну то есть сразу там это не какой-то мемкоин, который, знаете, там продавался по какой-то там миллионной части доллара, который потом делал несколько часов денег, непонятные там цифры. Вот здесь вполне понятный, вполне понятная какая-то цена. Вот и капитал, то есть там несколько миллионов долларов, то есть 400 тысяч долларов на запуск. Это просто на запуск именно самой платформы и привлечение на первого комьюнити. Перейдем на сайт. На сайте тоже пока что все достаточно скромно, то есть в плане того, что только описан концепт приложения, что такой блокчейн и за сервис платформ, но если пролистать вниз, то можно найти список фондов, то есть ну и стимы тоже, к сожалению, никого не знал, это исключительно в азиатский проект, но из фондов достаточно много известных имен, такие как Rio DeFi, Master Ventures, Cardio Ventures и кучу других, у которых уже есть такой достаточно успешный портфолио, либо свои проекты, вот и фондов достаточно много, то есть вкупе того, что он уже был прав, был проведен на аудит от Сертика, то есть который тоже стоит дешево, иначе что у проекта есть сейчас сильный бэкграунд, и есть деньги на то, чтобы развивать приложение. Вот я расскажу чуть-чуть по-другому вообще о том, какой продукт предлагает, какой продукт предлагает Creator Chain, это blockchain the service platform, то есть что такое blockchain the service, это услуги по обслуживанию различных сетей, вернее это услуги, которые в основном, которые предоставляются как корпоративные услуги по обслуживанию сетей и также разработке различного ПО и его потом поддержки на основе блокчейна, то есть, ну там, если посмотреть на топ-8 компаний, которые занимаются blockchain the service, это IBM, Amazon Web Service, Oracle, SAP и другие, то есть крупные компании, которые работают с другими компаниями, то есть реализуют различные типы задач, такие как supply chain, какие-то корпоративные, корпоративные задачи по отслеживанию данных, по оптимизации управления данными и разработка центровизированных приложений. Это чаще всего, если мы говорим про blockchain the service, это история про то, что все данные хранятся на каком-то корпоративном блокчейне, не на публичном, такие как Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, а то есть есть свой приватный блокчейн, который хостится самой компании, с которой работают, то есть который представляет сам сервис. Creative Network пошли чуть по другому пути, то есть услуг именно частным клиентам, то есть компаниям поменьше, потому что я посмотрел на топовые компании, которые предлагают blockchain the service, достаточно туда высокий порог входа, вот и у них нет такой части, как составляющей комьюнити, то есть возможно и не нужно, но это один из таких первых проектов, которые предлагают свой токен и предоставляют услуги на публичном блокчейне, то есть на самом деле пока что у них концепт очень простой, то есть возможно у них есть что-то большее под капотом, и то есть мне очень странно, что такой маленький перечень продуктов и такая сильная команда в одном как бы проекте собрались. Пока что на данный момент они предлагают разработку и деплоинг смарт-контрактов без кода, то есть затем создание всяких и дефи и энергии приложений, то есть когда человек может зайти просто там создать свой токен, то есть создать какой-то смарт-контракт с минимальным количеством входа, то есть просто прописать какие-то основные алгоритмы, вот и затем его уже запустить, то есть будет своя сеть, также будет поддерживаться эфириум, только доты и бонус, бонус март-контракт ну то есть чей не думаю, что он будет совместим с эфиром вполне, то есть там было написано, что на кредит чей можно находить на солидике и на расти. Небольшой превьюшка о том, как будут выглядеть UE, UX, в принципе, интерфейс, ну то есть вот как пример, допустим, можно заметить токен ERC-20 либо ERC-721, то есть просто заходишь, делаешь листинг, выбираешь чейн, вот и затем прописываешь все данные параметры и плачешь на небольшую комиссию в токенах. сети, вот, также здесь будет возможность провести какой-то ICO, вайт-лист, я не знаю, насчет того, что это будет какая-то площадка, не было над Сиреном, но думаю, что в будущем, то есть по, согласно роду, после проведения успешного закрытия раунда IDO, то в третьем квартале, точнее, в последнем квартале 2021 года будут уже запущены какая-то альфа-версия приложений, то есть, ну, как будет работать сам бизнес-флоу, первый пользователь заходит на сайт, он подключает свой кошелек Metamask, вводит нужную информацию, то есть, как я показывал, например, там, деплоинга фото ERC-20 токен, затем через Metamask он подтверждает транзакцию и оплачивает комиссию, вот, и затем уже успешно пользуются своими достижениями через платформу, ну, через платформу, там, допустим, если нужно делать дополнительные трансферы или еще дополнительные операции. Также проект будет доступен на Cardio Chain, тоже такая азиатская, скорее, вьетнамская тема, то есть из объявленных блокчейн, то есть это будет Create Chain, Cardio Chain, эфир, Binance Smart Chain, то есть, возможно, кто-то, кто именно специализируется на азиатских стартапах, в сфере блокчейн, это очень хорошее возможно, потому что, ну, уже нет каких-то, изначально нет каких-то флагов, которые, наоборот, отпуивают потенциального инвеста, вот, ну, в принципе, на этом все, все, спасибо. Спасибо большое, Влад, есть ли вопросы у кого-то? Начнем сегодня с новостей Avalanche, да, из таких классных новостей, первое, да, что Chainlink интегрировался в Mainnet Avalanche, я думаю, это просто замечательная новость, потому что, вот, да, вот, на CoinDesk, кстати, они говорят, что больше, чем 225-проектом на Avalanche сейчас разрабатываются, да, и, естественно, получают для них данные, так скажем так, price feed, да, что говоря, да, price feed для них это супер важно, и Chainlink, как самый, наверное, популярный Oracle, даст просто отличнейший bootstrap для разработки еще новых приложений на Avalanche, очень здорово. Также количество валидаторов в сети Avalanche уже увеличилось до 1000, что не может не радовать. Тоже хорошая новость, Avalanche залищен на BitMart Exchange. Дальше тоже интересная новость, связанная с Avalanche. Если мы сейчас зайдем на сайт фермы, мы заметим, что у нас исчез односторонний стейкин Xava токена, который был доступен, это связано с тем, что на данный момент запущена уже новая ферма. Сейчас на ней можно стейкать только LP-шки Xava Avalanche, а односторонний Xava стейкинг будет доступен в следующем, ну, в скором времени, и по факту он будет стейкингом для аллокаций. И самое полезное в этом плане, что юзеры стейка, сам Xava токен, они будут и его фармить, и свою аллокацию. То есть по факту платформа становится больше направленной на небольших холдеров, которые со временем смогут потихонечку расти, потому что чем больше они стейкуют Xava, тем больше аллокации они не смогут получить в будущем, то есть это упор на долгосрочный стейк. И также те, кто фармят Xava токены, будут получать еще комиссию с тех, кто их unstake. То есть, скажем так, будет небольшой пенальти, штраф для тех, кто выводит свои Xava токены пораньше, и часть этого вот штрафа, она будет распределяться между стейкерами Xava токена. Вот, достаточно интересно, и, кстати, Avalanche они уже открыли форму для прохождения KYC, вот поэтому, если кому интересно, можно посмотреть. Вот, и следующее, что мы с вами сейчас рассмотрим, это недельный отчет от Coin98. Вот, в этом отчете сравниваются данные по эфиру, Polygon и Binance. И первая табличка, вернее, первый график, который я нам представляю, это количество активных адресов на каждом блокчейне, да. И, в принципе, что мы здесь можем видеть, что какого-то резкого роста нет на блокчейнах, да, и в основном есть маленький стабильный прирост новых адресов, да, в том числе и на Binance. Что касается новых адресов, то тоже маленький стабильный прирост есть на эфире и Binance, а Polygon на этой неделе по сравнению с предыдущей, ну, заметно снизил количество новых адресов. Что касается количества транзакций в сетях, да, то есть эфир, в принципе, никак не меняется. У Binance по сравнению с прошлой недели очень большой рост, а у Polygon наоборот уменьшение количество транзакций. Что касается средств, да, как они расположены в блокчейнах, естественно, да, у эфира самое большое количество денежного потока, да, то есть 64 миллиарда долларов США, за ним идет Binance 16 долларов и Polygon 5 миллионов долларов США. Здесь можно посмотреть, в каких секторах DeFi в основном расположены средства. Как мы видим, здесь базовые основные — это DEX, лендинг, за ними идут Asset, деривативы и какие-то другие DEFI приложения. Что касается Polygon, здесь, в принципе, похожая ситуация, да, то есть большая часть находится в DEX и в лендинге. На Binance морщение, в принципе, распределение тоже рассредоточено на двух пунктах — это DEX, лендинг, немножко совсем занимают Asset, и деривативы, в принципе, как таковые отсутствуют. Сравнение DEX на эфире. Можно посмотреть, да, что в сравнении с предыдущей неделей немножко трейдинг-волюм увеличился, да, и можно также увидеть, что количество трейдинг-волюм, то есть объема торгового на третьей версии Uniswap тоже потихонечку увеличивается, что достаточно неплохо. Что касается количества активных юзеров на DEX-ах Uniswap, то, в принципе, как мы видим, да, начиная вот, наверное, с 11-го числа, да, с прошлой недели, все больше, как бы, наблюдается такой спад в количестве активных юзеров, и здесь мы видим, что самый, наверное, популярный, опять же, да, это Uniswap, у них более 23 тысяч активных юзеров, за ним идет третья версия Uniswap, приблизительно где-то 10 тысяч юзеров, да. Sushiswap и 0x занимают там самое последнее место, естественно, у них там 1000-1500 юзеров. Что касается DEX на Polycoin, здесь рассматривается единственный DEX QuickSwap, его трейдинг-волюм, да, и мы видим, что несколько недель, то есть на протяжении четырех недель до этого у него постепенно снижался торговый объем, и на этой неделе он даже превысил 1 миллион, 1 миллиард, извиняюсь. Дальше, по количеству активных юзеров, также мы видим, потихонечку все это снижается, да, и в принципе, как говорит сам Coin98, количество юзеров на этой неделе было на 15% меньше, чем в предыдущем месяце. Binance Smart Chain DEX, здесь по трейдинг-волюму, опять же, да, мы видим, что MC DEX немножко стал, его трейдинг-волюм немножко стал выше, чем трейдинг-волюм PinkSwap, который достаточно резко начал снижаться с предыдущей неделей. Что касается лендинга, да, значит, в принципе, как мы видим, лендинг чуть-чуть подрос на эфире, по сравнению с прошлой неделей, да, и количество лендинговых, количество TWL лендинга на Binance Smart Chain тоже немножко увеличилось, примерно где-то на 3%, и Coin98 также отмечает, что на поликоне лендинговый сектор уменьшился примерно на 4%. Что касается непогашенных кредитов, здесь вот такие вот данные, да, то есть мы видим, что произошло значительное снижение непогашенных кредитов у протокола Liquidity, у протокола Unit, и потихонечку, в принципе, растут протоколы кредитования типа AVE и Compound, то есть эфирные протоколы. Интересное сравнение с тем, как растут разные виды NFT-шек, то есть если мы посмотрим, да, еще вот несколько недель назад, количество, в принципе, продаж NFT составляло не так много, да, то есть не превышало 50 миллиардов долларов. Сейчас же оно достигло пика 200 миллиардов долларов, что, миллионов долларов, что, в принципе, просто невероятно, да. И, как мы видим, самое большое количество этих NFT занимает NFT-шки, которые относятся к играм. И, кстати, дальше мы посмотрим топ-30 самых популярных токенов по поиску на CoinNet, и там будет заметно, что все почти эти токены – это именно игровые NFT-токены. И вот такая еще интересная информация, да, о эксплойтах, кросс-чейн эксплойтах, которые происходили в третьем квартале 2021 года. Здесь мы видим, что тор-чейн взламывали аж три раза. Вот, в результате чего их общий ущерб составил 13 миллионов долларов. AnySwap занял второе место. Их убыток в размере 7 миллионов, почти 8 миллионов долларов. И Chainswap с убытком в размере 4 миллионов долларов. Так, сейчас немножко сюда. Да, и вот, 30 самых горячих токенов по поиску на CoinGecko. И, в принципе, если мы посмотрим все эти токены с пометочкой NEW, то все из них – это токен SKILL, MIST, VCG, REVA – это все токены игровых проектов. Токен DRK – это токен SWOP, дистриционного эксченжа на блокчейне Draken, который работает на системе Proof of Honor. Значит, Proof of Honor отличается от Proof of Stake тем, что у каждой ноды есть свой ранг, есть своя репутация по тому, сколько они стыкают и как они выполняют свои функции. В принципе, блокчейн, не знаю, про него я особо не слышала, достаточно ноунеймовый. Его токен, его DEXA сейчас немножко забамбился. И также здесь есть токен биржи FTX – это биржи деривативов и всяких ценных бумаг централизованных. Дальше, что касается из самых популярных, из самых, из десяти проектов, которые имеют самый большой соцрейтинг на Binance, здесь у нас, конечно же, CRIM, да, лендинговый протокол, D-Future – это платформа для трейда фьючерсом PancakeSwap, GTA Finance. Я погуглила, что это за такой проект. Очень, на самом деле, странный, потому что они работают, то есть они собираются запустить фарминговую платформу в тематике игры GTA, да, и по roadmap они должны были уже запуститься. Они в апреле собрались ситраунд, больше у них никаких анонсов нет, в принципе, даже их телеграм-канал мертвый, поэтому не всем понятно, как они вообще сюда попали. Вот, то есть это вот, скажем так, как первые самые популярные четыре здесь проекта. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да, Марин, спасибо большое. Да, всем привет. Сегодня я расскажу про проект под названием Moloch.dao. Вот, значит, суть проекта – это организация, которая помогает проектам, работающим в экосистеме эфир, и который создает различные депы и сервисы, которые помогают масштабировать эфир по layer 2, который занимается вопросами безопасности и конфиденциальности в сети эфира. Также Moloch.dao работает по системе голосования, и может выделять гранты проектам из вышеуказанных областей, но выбор все равно делает комьюнити. То есть это члены двух гильдий, которые состоят в проекте Moloch.dao. Вот, то есть, получается, Moloch.dao – это двуранговая гильдия, в которую входят гильдии как бы по разным направлениям. То есть, там, например, есть гильдии по масштабированию layer 2, куда входят, предположим, 15 человек, 15 членов. И они голосуют за новый проект, который занимается, например, той же проблемой – масштабируемость layer 2. Вот, если проект прошел голосование в подгильдии, дальше он рассматривается среди членов основной гильдии, которая стоит рангом выше. У каждого члена гильдии есть определенное количество shares, так называемых. Чтобы стать членом гильдии, нужно иметь как минимум одну share, то есть это одна share – эквивалент на 1000 USDT. Нужно скинуть 1000 USDT в общий pool, и вам за это выделяется одна share, и вы уже становитесь контрибьютором. Ну, собственно, вся эта двуранговая система делалась для того, чтобы отсидеть скам проекта, который приходит просто для того, чтобы получить финансирование. А также члены подгильдии помогают новым проектам развиваться, то есть проектам, которые уже получили гранты. Ну, как я уже сказал, если вы хотите внести вклад в работу в Molotau, необходимо получить как минимум 10 shares, чтобы стать полноправным членом гильдии. Вот это, значит, тут два варианта есть. Либо покупаем одну shares и далее пишем, то есть прикладные исследования, там в районе 10 исследований нужно сделать, вот, сабмитнуть их в координатор проекта. Если, значит, все исследование проходит, оно зачитывается, то со временем вы можете получить место в подгильдии. Вот, либо можно заплатить эквивалентом 10 тысяч долларов, вот, и тогда войти в одну из подгильдий. Вот, как член Молоха, вы можете голосовать за распределение финансирования DAO, вот, а также приглашать новых участников в подгильдии. Ну, собственно, все, что я хотел рассказать сегодня про Молоха, спасибо. Да, спасибо большое. Тогда на этом у нас на сегодня все. Спасибо всем большое и всем желаю хорошего дня.